Самое главное отличие в том, что мы предлагаем меры, которые повысят качество жизни для простого народа. Мы не предлагаем защищать олигархат или жуликов, которые разворовывают казну. Мы хотим, чтобы у нас люди, которые доведены до отчаяния, наконец смогли вздохнуть. Куда, в какую бы отрасль мы не затронули, у нас везде провал. Половина населения живет на селе. Сельское хозяйство в каком ужасном состоянии находится. Наш климат, который позволяет развивать сельское хозяйство, это лишь как один пример. Страна открыта для контрабанды. Даже если мы будем выращивать свою продукцию, куда ее реализовывать? Почему не закрыты границы для контрабанды? Почему такой маленький процент среднего класса населения? Вы образованный человек. В Европе средний класс населения 60-70%. Это стабильное общество. Если мы хотим иметь стабильное общество, у нас должен быть очень высокий процент среднего класса. Бедных и богатых людей в Европе, их процентное соотношение очень маленькое. Посмотрите на нашу страну. Кто сегодня герой нашего времени? Люди с деньгами. Так называемая элита. Которая... Именно в этом и кроется причина, почему у нас так много сегодня кандидатов в президенты. Потому что у нас нет элиты. Элита, которая тянется к разрушению, а не к просвещению и созиданию, это псевдоэлита. У нас образовался вакуум. Но образовался класс людей с деньгами, которые пытаются диктовать свои условия народу, у которого и гроша за спиной нет. И из раза раз, из года в год это продолжается. Вы посмотрите на тех лидеров политических. Мне 42 года. Вот сколько я живу, столько они на политической арене в нашей стране. Это говорит об отсутствии преемственности. О том, что не воспитывают молодое поколение управленцев. О том, что даже не задумываются о том, что это необходимо. Те люди, которые смотрят на нас, смотрят наши эфиры, слушают, многие из них гораздо более грамотные, образованные. И, может быть, даже принесли бы им гораздо больше пользы государстве. Наш посыл относится именно к ним. К тем, кто сегодня не может быть задействован. Сколько ребят мы потеряли из-за неустроенности. На дорогах, из-за наркомании. Разве это не мы, не общество в целом ответственно за все это? Мне кажется, каждый, который судит того или иного кандидата, который говорит о политике, он должен начать прежде всего с себя. Мы его отражение. Мы графа против всех в этом бюллетене. Это наш посыл. Это то, что мы хотим сказать обществу. То, что они стесняются, а порой не могут выразить. Мы выражаем за них. Социально активное общество должно заставить власть повернуться к ней лицом. Другого выхода нет. Нет у нашей власти столько просвещения, столько такой дальновидности, чтобы понять, что народ находится в очень тяжелом положении. Чем это грозит для народа? Социальным взрывом. Это грозит социальным взрывом, который из раза в раз повторяется. Когда мы сменяем власть, меняем одного президента на другого. Причем не стесняемся, делая это так, как делают в африканских странах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова